Ну что ж, вот я и вернулась. Всем привет, меня зовут Марина, и вы на канале Буклам. Да, уже конец января, и что вы мне сделаете? Ничего, потому что хозяйка я. Сразу с каких-то вообще претензий начинаем. Давайте исправляться. Я, так скажем, хорошо провела праздники новогодние, хотела записать видео, честное слово, но как-то у меня не получилось, потом не было времени, потом я вышла на работу, и тут сегодня вышло новое видео у моей любимой Кристины Кокшливой с недавних времен, я решила, что да, надо сесть. Я пришла пораньше с работы, ну, относительно пораньше, у меня просто не было никаких дел после, и я решила, что сегодня мы поговорим о моих небольших планах на год. Я вам в своем видео итогов 2023 года сказала, что хочу больше сконцентрироваться на качестве, а не количестве. Сейчас мы немножечко посмотрим книжки, которые я планирую почитать в первые полгода. У меня еще такая работа, что у меня есть возможность фоном что-то слушать, и я буду слушать аудиокнини, какие-нибудь детективчики. Сейчас вот слушаю убийство по алфавиту Агаты Кристи, скорее всего, к моменту выхода ролика я его, конечно же, дослушаю, потому что там осталось меньше половины. И оффлайн я читаю Оливера Твиста, приключения Оливера Твиста, Чарльза Диккенса, мне очень нравится. Интересно, я читаю по утрам, когда еду в транспорте, могу даже уже начать советовать, потому что, в принципе, Чарльз Диккенс, как я понимаю, для меня автор, который оправдывает ожидания, потому как он англичанин. Да, извините, но я готова рассуждать таким категориям, потому что слишком уж хорошо я с ними знакома, в разных жанрах, наверное. Хотя нет, больше я люблю сатиру, но тем не менее. Что не сказать, например, о заблудившемся автобусе Джона Стейнблока, которого я начала сначала слушать, потом читать, но как-то мне не заходит. Я постараюсь его осилить до конца зимы, не буду обещать, что я это сделала в январе, но тем не менее, у меня всё равно он есть в списке, потому как я всё-таки хочу его закончить. И следующая книга, это тоже такая интересная находка для меня, нашла её у Букстоп Лили, Чёрнику в Шенке, Мишель Бюсси. Я её тоже начала в аудиоформате, на букмейте, но пока что-то я как-то не продвинулась, я вот перебирала несколько аудиокниг и остановилась на Агате Крести. Решила начать с чего-то полегче лично для меня Новый год, потому что всё-таки мне кажется, что очень важно приступить вот этот порог, когда тебя как-то даже не тянет книга, потому что я вот слушаю подкасты, музыку, у меня вот вдохновение на новых исполнителей в моей жизни, и как-то не тянется книжкам. И нужно за что-то ухватиться, либо это должно быть очень супердинамично и захватывающе, либо наоборот что-то более такое спокойное, размеренное и проверенное, как, например, лично для меня это Агата Крести. И вот с Мишель Бюсси тоже постараюсь ознакомиться до конца зимы. И следующее, это когда меркнет цвет, Red and White, я её купила в выжимажном виде, в её виде книжных покупках, которые я тоже постараюсь снять и выпустить. Уже в феврале. Она у меня есть в таком небольшом формате, и я её решила сюда включить, потому что как раз-таки можно познакомиться с автором, многие про неё говорят. В принципе, данный жанр не подразумевает, чтобы я как бы перечитывала книги, но если мне понравится, я бы не прочь её пособирать. Она вроде выпускается в неплохом издании в России, почему бы не попробовать? Я открыта ко всему новому, и данный жанр, хоть мне в кино и не нравится, в прошлом году «Внутри убийц» показал мне, что в принципе это может быть интересно. Я не говорю, что эта книга похожа на «Внутри убийцы» Майка О'Майера, но тем не менее, мне кажется, что похоже направление. Дальше у меня идёт Майк О'Майер с его циклом «Гибельное влияние», «Скрытые намерения», «Пламя одержимости». Это всё вот, может быть, там ещё дальше книга будет. Они в прошлом году как-то прям шумели, гремели на весь Литрес, на весь интернет. Везде я их видел. В принципе, Майк О'Майер сейчас достаточно популярен. В принципе, «Внутри убийцы» мне его понравились. Единственное то, что дальше были книги какие-то очень странные, и мне они не понравились. Может быть, в этом цикле книг будет тоже интересненько, потому как, если он предыдущие книги писал со своим определённым редактором, как я поняла, может быть, эти, как я понимаю, они тоже выходят последние несколько лет, каждый год он выпускает по книге. Соответственно, возможно, он продолжает работать с этим талантливым редактором, который показывает, что даже из не самого хорошего писателя можно сделать человека, который будет рубить бабки на своём деле. Познакомимся, посмотрим. Скорее всего, это останется на весну. Дальше у меня Сиеста Инк, моя любимица, потому что я у неё прочитала её две книги. Это третья, она вышла в прошлом году, пропавшая на шесть сердца. Говорит, что это анчоутопия, не знаю, насколько мне должно понравиться, поскольку предыдущие истории меня цепляли совершенно за другой, и там был другой жанр. Но здорово, что автор пытается исследовать новые направления для себя. Посмотрим, получилось ли у неё, но по оценкам Лайфлипа не особо. Но, в любом случае, я никогда не ставлю приоритет чью-либо оценку выше своей. Соответственно, посмотрим, потому что очень многие книги, которые кто-то оценивает плохо, и я оцениваю для себя выше, и, соответственно, вот эти 3,9 никак не повлияют на моё мнение по поводу книги. Причём на то, что, ну, как бы, опять же, если мне понравится её стиль, и я пойму, что она действительно неплохо описала антиутопию, если я не ошибаюсь, что это антиутопия. Дальше мой любимый Терри Братчетт. Я буду продолжать читать его цикл «Стража-Стража». Следующая книга в цикле «Патриот», и надо будет, конечно, выхватить их на скидках. Хочу почитать, может быть, даже в бумажном виде. Вот. Насколько бы мне не терзало душу то, что вот это чёрное издание, конечно, потому что мне очень нравится вот это очень красивое, яркое, но в нём вышло не так много книг. Наверное, может быть, какие-то части я и соберу в этой серии. Но всё равно даже чёрные книжки, эти малюсенькие, стоят теперь по 600 рублей, и я просто рыдаю, потому что в моём букинистическом казине Терри Братчета разбираются слишком быстро, чтобы я успела его ухватить. Мы продолжаем знакомиться с Джейн Остин. В прошлом году началось моё знакомство как раз в новогодние праздники. В этом году, к сожалению, этого не произошло. Но, тем не менее, у меня есть несколько её книг, и я вот собираюсь с ними ознакомиться. У меня есть Эмма и «Чувствие чувствительности». И, значит, я уже прочитала «Доводы рассудков» и «Гордость предупреждения». «Доводы рассудков» мне понравились на порядок больше. Оценочку вы здесь, конечно, не видите, потому что я не сошла в аккаунт, потому как это браузер, которым я пользуюсь не в приоритете. Соответственно, в принципе, у меня вот на лайфлибе стоит здесь, по-моему, 5, а здесь 4,8, вот здесь. Ну, продолжим знакомство. Хочу всё это собирать в одной серии, но чё-то как-то Эксмо не торопится меня обрадовать тем, что оно продолжает выпускать эти книги в том издании, в котором я собираю. Вот удалось же оно мне зачем-то, зато твёрдая обложка, говорила я себе, когда покупала ещё одну книгу, которая вышла до тот момент, а это было, блин, полгода назад. Ладно. Дальше у нас идёт «Маленькая хозяйка большого дома», опять классика, Джек Лондон. У меня она есть, по-моему, и в эксклюзивной классике, но я забрала у бабушки издание книг, красивое такое. Она немножко потрёпанная, но там, как я понимаю, всё собрание Джек Лондона, и, возможно, я буду продавать свою эксклюзивную классику. Вот, опять же, если это будет происходить, это всё будет происходить у меня на Авито. Если что, я какое-то количество книг выложу, я вам мои книг, так скажем, кто захочет, может ознакомиться, что-нибудь приобрести. «Маленькая хозяйка большого дома», мне кажется, должна быть интересна для меня, потому что я люблю, в принципе, истории про женщин. Ну, в принципе, я люблю про людей и истории, и когда это женщины с разными судьбами, с разными характерами, мне всегда интересно, потому что я не то чтобы примеряла их судьбу на сеть, но мне всегда интересно, опять же, повторюсь, смотреть, как люди с другими характерами решают какие-то проблемы, в которые бы я поступила совершенно по-другому. Вот, конечно, я могу их рассуждать, могу восхищаться, и мне кажется, очень важно, когда книги развивают в себе разные чувства и умение по-разному воспринимать этот мир. Это так здорово. Ну, не будем о каких-то таких пространных вещах говорить, поговорим о книгах дальше. Ильф и Петров, просто моя любовь, хочу их собрать, книжки, хоть в одном издании, но всё у них не входит в одном издании, а что-то вообще нигде не выходит. Ну, вот у них есть сборник рассказов, у них есть она в аудиоформате, и я бы хотела бы познакомиться тоже, где-нибудь ближе к весне, но это вообще, когда такая будет хорошая, приятная погода, и ещё больше можно её наполнить какими-то приятными историями, с сатирическими, возможно, в какой-то степени представляешь, как бы топать на электричку, где-нибудь в апреле светло, тепло, и я иду слушаю Ильфа и Петрова в наушниках, просто божественным. Всем советую тоже слушать какие-нибудь классные сборники рассказов весной. Камера-обскура у Владимира Набокова. У меня с ним сложные отношения, поскольку мне не совсем понятен его стиль. Ну, вообще, я понимаю, за что его любят, но для меня он был в школе очень сложен. Его Лолиту я читала, но давайте так, чтобы меня не выперли из уроков литературы, я старалась на этих уроках, когда мы проходили Лолиту, помалкивать, потому что, безусловно, это великое произведение, но то, что там происходит, и как иногда оправдывают взрослого человека в его поступках, апеллируют тем, что он не виноват, девочка сама, ну, вы со своим прекрасным мнением можете уйти куда-нибудь подальше от меня и разговаривать, и обсуждать это с кем-то другим, поскольку у меня заканчиваются сузурные выражения, когда доходит дело до Лолиты. Вот. Ну, камера-обскура, мне кажется, будет интересным экспириенсом в моей жизни, вот, потому что, например, вот, Булгакова я тоже не особо понимаю, я его пыталась считать, что это кроме мастера Маргариты, но не мое это писатель 20 века, ну, не знаю, не тянет меня, меня, в принципе, вот, поэзии, конечно, классные вещи, все такое, но вот, не знаю, я бы, может быть, посмотрела их биографии, там, вот, какие-то жизненные перипетии, но как-то литература их в меня не цепляет, но, возможно, все поменяется, то есть, опять же, я по всему открыта, камера-обскура, мне кажется, достаточно интересным и относительно популярным произведением автора, поэтому можно было бы с ним ознакомиться, даже в качестве какого-то общего развития. Ну вот, следующая книга, я ее уже планирую прочитать несколько лет, это Марпи «Сто лет одиночества», я его читала «Любовь во время чумы», и, честно говоря, мне понравилось. Значит, это магический реализм, я до конца так и не поняла, что это значит, что это жанр, но он был одним из основоположников этого жанра, и, значит, в ста годах, в листах одиночества, это также показано. Вот, поэтому надеюсь, что я в этом году познакомлюсь с ним, так же, как и с «Замком Броуди», например, «Кронидов», потому что я их откладываю уже второй год подряд, из-за того, что они достаточно большие, и как-то я все другое, 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 а в этом году я так решила, что у меня объем, в общем-то, не важен, ну, количество прочитанных книг, то можно остановиться на каких-то более больших фундаментальных произведениях, на которые я могла бы потратить, там, ну, какое-то приличное количество времени. И последняя книга, это «Застащий скайфский братьев Гри», полная версия, так скажем, взрослая, мне ее мама подарила на Новый год, потому что я просила, даже в покупках ее покажу. Такой приятный домик, но я думаю, я его буду читать на протяжении всего года именно дома, потому что он достаточно большой такой, и не особо, ну, то есть он и толстый, и, в принципе, высокий по формату, относительно высокий, и с собой возить такую глыбу, но себя не уважать. Но мне было бы интересно тоже, потому что мне нравится всякая такая тематика, то есть все знают историю про Золушку, что там случалось с ней после, что с ее семьей случилось после того, как принц выяснил обман, там, не знаю, но я вот знаю еще про спящую красавицу, как там ее принц вообще-то вез, и что она ему вообще уже родила нескольких детей, я не знаю, как там сказка Гримм, или как грядно, но я знаю, что там такая история, что он ее вообще-то не поцеловал в самом начале, он ее как бы с Сибирь-замок привез, и, ну, ему нравилось, что она слишком холодная. И когда она ему уже родила нескольких детей, он что-то как-то заебался с ними, сам сидеть, и в итоге он ее поцеловал и разбудил, типа, давай нянчайся теперь с детьми. Потом там еще что-то такое было интересное, про Рапунцель, по-моему, что-то такое интересное было. Короче, я вот эту историю знаю, но было бы интересно познакомиться со всеми. То есть какие-то, мне кажется, сказки мы даже сами по себе не знаем, либо знаем, ну, в каких-то ангалосках мы даже, например, не знаем, что это Братти Гримм. Короче, возможно, прочтение данной книги, ну, постепенно, блин, маяк, короче, вот сейчас расскажу историю. Возможно, это найдет отображение, я все-таки опять в моих шортах, если я их начну вести, вот, и как бы, да, но, иногда быть, не будем. Вот, это все книги, которые я пока себе определила на первом полугода. Посмотрим, конечно, что может быть, что-то добавляться, что-то уходить. Мне какие-нибудь ромфантики, может, почитаю. Не знаю, никогда не читала, но, может быть, надо, стоит начать, как бы, год кармы, вот она ко мне и пришла, блин, обсирая всякие романтические истории, а тут, блин, там, мне ромфант в мою жизнь будет. Кто знает, кто знает. Насчет маяка. Давайте тыкнем позырим. Этот кусочек видео у меня получился немного косячным, поэтому скажу, что я создала фан-аккаунт для Кристины и Максима, выкладываю туда забавные видео. И в какой-то момент эти гайзины начали залетать. Теперь я зависима от того, чтобы у меня каждый шорт набирал как минимум тысячу просмотров. Ну, как бы, а что такое? На всякие прикольчики. По типу вот такого. Хотя Варнава вселила в меня уверенность, что можно, как бы, не ссать, а просто работать. Я, ну, и так собирался просто работать много, немного подсекал. А после того, как Катя Варнава с нами поговорила, я понял, что можно немного расслабиться. И, значит, я не нашла ничего умнее, как выработать систему, в какое время я выкладываю шорт. Если у меня время не срабатывает, я начинаю нервничать. Вот как сегодня, например. В итоге, я начала что-то вести, я скачала ТикТок, тоже начала туда дублировать. Но в чем-то, как у Максим сам из Владивостока. А там чего? Там, как-то, Китай рядом. И маяки. Ну, как бы, все время хочу, хочу Владивосток. Ну, блин, я считаю настроенно. У меня, как бы, в этом году 23. И как раз-таки льготный такой проезд для молодежи, так скажем. Ну, как бы, короче, скидка 50% на билеты путешествия по России. До 22 лет. Я такой, блин, ну, вот. Конечно, я понимаю, почему так сделано. Как бы, что тебе там, условно, присунуть, обеспечиваю проездителем, где ты сам работаешь, но ты, условно, студент. А дальше, как бы, ты выходишь во вторую жизнь, как бы, проезд по городу по полной цене, блин, пожалуйста, тройка есть. Там, Пушкинская колл-тейр. Хотя вот в этом году у меня чу-чу-чу-чу пока еще есть. Пять косарей, ну, Павла, вообще. Я рада до жопы и ушей. Значит, иди по, приезжай-ка ты тоже полным ходом путешествовать тоже, блин, без клинбэков сеть. А я расстроена, потому что у тебя только начала полностью себя обеспечивать. Ну, можно мне какую-нибудь скидку там на 25-ю на защите перед молодежью на 35-ю, ну, почему? Короче, да, я просто, я просто очень расстроена, что я хочу, ну, мне, как бы, в этом году отпуск дадут только в сентябре. Конечно, я была в Володьевосток так 2 года я не поеду в сентябре. Я при этом туда поехала. Соответственно, если бы меня эта скидка еще подождала до следующего года, вообще было бы заебись, потому что билино в один конец, извиняюсь. Стоит? Это крин. Ну, вот я посмотрела на маяк, мы с подружкой хотим, если поедем, то мы в Китай еще съедем. Короче, если я все-таки надоеду, я все-таки приеду домой, я выкину нахер все свои вещи, из чего надо, я приеду с огромным количеством всякой еды. Вот, ну, кто-то сомневался, я нет. Соответственно, ждем. Если этот кринч в моей жизни произойдет, я все задокументирую, все покажу своей маме. Вот, ну, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что у вас все хорошо. Вы не позвоняете никому в порт себе настроение, потому что вы спокойно можете это сделать сами. С другой стороны, зачем вам это делать, когда вы можете каждый день сами в себе и окружающим доказать, что вы просто офигенные, и у вас обязательно все получится. Сегодня, завтра или через год это вовсе не важно. Главное усидчивость, вера в себя и множество, множество работы. До новых встреч и пока!